Всем привет! В этом видео я рассказываю, как расплавить горячую эмаль на меди. Для этого нам потребуются следующие инструменты и материалы. Муфельная печь, темные солнечные очки для работы с печью, длинный пинцет, огнеупорные варежки, я использую обычные строительные перчатки, подготовленная медная заготовка, подставка для заготовки, два ситечка для эмали. Это обычные ситечки для кофе, но вы можете купить специальные ситечки для эмали размером 80 мэш. Эмаль контурная и та, которую вы хотите нанести. Я использую эмали Томпсон, любая кисточка, скаликс, спирт, ватные тампоны, clear fire, пемзовую щеточку, соду, а также наткли номер 2 для обточки краев. Его нет на картинке. Этот список я, конечно, дам в описании к видео. Приступим! Наносим скаликс на лицевую сторону заготовки, оставляем до полного высыхания. Субтитры сделал DimaTorzok Протираем оборотную сторону заготовки спиртом. При работе с эмалью желательно использовать респиратор, чтобы мелкие частички порошка не попадали в дыхательные пути. Наносим clear fire на ту же сторону. Его не нужно высушивать. Сразу насеиваем эмаль. Обжигаем заготовку в муфельной печи при температуре 800 градусов Цельсия в течение полутора минут. Эмали разных производителей имеют разную температуру плавления. Не превышайте эту температуру и не задерживайте время обжига, иначе эмаль пойдет пузырями. Если эмаль не доплавить, она будет неровно лежать на поверхности. Это можно исправить при последующем обжиге. Когда вы открываете печь, температура внутри опускается. Это время уже считается временем обжига. Однако печь должна достигнуть 800 градусов обратно. В среднем на это уходит полторы минуты. Достаньте заготовку из муфельной печи и не оставляйте ее остывать у окна или на сквозняке, иначе эмаль может потрескаться. После остывания заготовки смойте скалик с пемзовой щеточкой и обработайте непокрытую эмалью поверхность содой. Если слой эмали оказался слишком тонкий, как у меня, исполз с краев, обточите окалину на краях заготовки надфилем и нанесите второй слой эмали тем же способом, что и первый. Продолжение следует... Нанося второй слой контурной эмали, я забыла одеть респиратор, но это скорее случайность, чем практика. Второй слой получился идеальным. Эмаль на лицевую сторону наносится совершенно таким же образом, что и контурная эмаль. Как вы, наверное, знаете, контурная эмаль нужна для того, чтобы мягкий обожженный медный лист не гнулся и эмаль не трескалась. В принципе, можно использовать одну эмаль для обоих сторон, но раз есть специальная, я использую ее. Ситечко перед использованием эмали другого цвета обязательно промывать и высушивать, или использовать еще одно чистое. Некоторые цвета эмали чернеют при обжиге. Не пугайтесь, это нормально, пластина остынет и цвет вернется. Первый слой красной эмали получился у меня не очень ровный, нанесу второй. Края меди обтачиваются надфилем после каждого обжига. Края меди обтачиваются надфилем. Я оставила эмаль в печке чуть подольше, на 20 секунд, и она расплавилась как надо. Не советую обжигать эмаль Томпсон более 2 минут. Эмаль расплавлена. Если вам понравилось это видео, ставим лайки, подписываемся на канал, следим за обновлениями, пишем комментарии, задаем вопросы. На все вопросы я отвечаю.